Добрый день! Вы смотрите русскоязычный информационный канал РТФОД. Меня зовут Елена Миненкова, в эфире программа «Страна и люди». Одна моя русская знакомая не смогла ужиться с немецким мужем, потому что он на всем экономил. Другая, напротив, хвалит своего супруга за его бережливость. Один мой коллега несколько лет судится со своей бывшей немецкой женой за возможность воспитывать своих детей. А его друг носит свою благоверную на руках и говорит, что женщины милее и добрее в своей жизни не встречал. Сколько людей, столько и историй. Тема сегодняшней программы «Русско-немецкий брак. Инструкция по применению». Мои сегодняшние гости это Надежда Бумляин, адвокат, и Наталья Руберте, практикующий психолог. Здравствуйте! Здравствуйте! Наталья, скажите, к чему нужно быть готовым, когда ты выбираешь у супруги гражданина или гражданку Германии? Ну, надо сказать, хочется сначала расслабить немножко наших зрителей, потому что представление о том, что интернациональный брак – это обязательно только проблемный брак, это не совсем верно. В каком-то смысле любой брак является проблемным, и те проблемы, с которыми сталкиваются русско-немецкие партнеры в интернациональных браках, они не обязательно вызваны разностью этнической, разностью ментальности, разностью культуры. Любой брак предполагает обязательно в какое-то вложение некую работу, отношения не складываются сами по себе. Поэтому не нужно торопиться делать выводы, что если вы вступили в брак с немцем или с немкой, и у вас что-то не ладится, причина только потому, что этот человек другой национальности. Конечно, но все равно нужно учитывать особенности менталитета, например. Безусловно. Пережде чем винить разность культур, нужно сначала посмотреть, может быть, чему-то нужно научиться, что-то нужно проработать, нужно просто вложиться в эти отношения. Если вы видите и сталкиваетесь, что этого недостаточно, то тогда в самое время подумать о том, что разность действительно есть. Почему я начала с того, что в первую очередь мы должны думать о том, что в любом браке есть определенные проблемы. Имея большой опыт работы за пределами Германии и уже четвертый год работы в Берлине, я могу сказать, что разница есть, но она не столь велика, как нам кажется. Хорошо, но в чем она? Прежде всего, когда мы говорим о разнице и о сложностях в интернациональных браках, наверное, нужно подумать о стереотипах, с которыми потенциальные партнеры приходят в эти отношения. Такие стереотипы есть, и их легко очень можно отследить, если просто открыть интернет и почитать разные статьи, интервью или житейские истории. Ну вот назовите хотя бы три основных. Давайте начнем с того, как видят, например, русскоязычные женщины немецких женихов. Так. То, чем они восхищаются до брака. Их ответственность, их педантичность, их преданность семье, то, что они хорошие отцы, активно участвуют в воспитании, их умение планировать, в том числе и финансы, отдых и так далее. Это все очень привлекает и кажется, что с таким партнером, с таким мужем жизнь будет достаточно легка и приятна. Да, действительно, немецкая жизнь, немецкое представление о браке очень логично и рационально. Но когда женщина вступает в брак, как правило, я говорю о женщинах, потому что таких браков больше по статистике. Когда женщина с постсоветского пространства... Женщина вступает в брак, русскоязычная женщина вступает в брак с немцем, эта рациональность иногда ее шокирует. То, к чему она тянется, то, к чему она стремится, вдруг в какой-то момент оказывается для нее проблемой. И это связано именно с тем, что есть стереотипные представления, которые присутствуют, которые... Скажем так, в этих представлениях женщина делает акцент на то, что ей приятно видеть, на то, что ей хочется видеть, для того, чтобы простимулировать себя вступить в такой брак. И не хочется видеть сложности, которые стоят за этим. Потому что разница в культуре, разница в ментальности – это не просто слова, это реальность, которую просто так нельзя изменить. Иногда нужно впускать мысль, что это различие между партнерами, оно будет присутствовать всю жизнь, и ничего изменить нельзя. Поэтому первое, что нужно делать – избавляться от стереотипов. Открывать глаза и пробовать смотреть на жизнь без розовых очков. Вот давайте спросим у Надежды. Насколько я знаю, в вашем багаже тоже есть русско-немецкий брак. Вот что бы вы могли сказать по поводу стереотипов? По поводу разности менталитетов. Вот вы как-то ощущали? По поводу стереотипов я не так много могу сказать, но по поводу разности менталитетов. Да, я могу только присоединиться ко мнению психолога. Эмоциональность, она совсем другая. Рациональность немецких мужчин, она тоже совсем другая, чем наше представление о рациональности. Но больше всего нас волнует безэмоциональность, да? Меня волновала больше всего безэмоциональность немецкого мужчины. Я не могла с этим справиться, я очень долго с собой боролась и не могла с этим справиться. А в чем она выражалась безэмоциональность? Она выражалась… Я, конечно, не специалист и не психолог, я могу просто сказать из своего опыта. Через определенное время, скажем, лет через пять, мне хотелось, когда я прихожу и говорю, вот случилось следующее, что-то очень красивое, что-то очень прекрасное я увидела, лучезарное, да? Чтобы человек, вот чтобы у него блестели глаза, чтобы он так же ответил «Да!». Он говорит «Да, very good!». Я прихожу домой в следующий день, там случилось что-то, ну, не знаю, ну, что-то очень плохое, ну, мне тяжело, тяжело на душе. Я бы хотела, чтобы со мной поплакали. А мне говорят «О, да, здесь не жгучу». Таким же тоном, такой же… Это очень тяжело, это очень тяжело для человека, вот другой эмоциональности. Вот вы знаете, мой немецкий муж мне уже после свадьбы признался в том, что если бы я сама не подошла к нему первая познакомиться, он бы на это не решился. Да, это тоже. Это так? Замечали ли вы или, может быть, ваши клиенты рассказывают про то, что немецкие мужчины все-таки немного нерешительные, вот их нужно немножечко подстегнуть? Ну, не соглашусь здесь, потому что есть очень разные случаи, очень разные примеры, инициатива бывает на разной стороне. Бывает наказуемо. В конечном итоге инициатива наказуемо, если мы не хотим брать ответственность за свои действия. Вот, поэтому я скорее не соглашусь с мнением, что немецкие мужчины безинициативны, потому что пары, с которыми мне приходится сталкиваться, знакомятся очень по-разному, иногда инициатором бывает мужчина. Ну, может быть, стоит остановиться на таких основных подводных камнях, которые ожидают любую пару в интернациональном браке. Потому что проблемы начинают рождаться еще задолго до того, как потенциальные жених и невеста вступают в брак. В тот момент, когда они начинают задумываться о том, что они хотят в этот брак, момент мотивации. Мотивация вступления в брак, она бывает разная. И чем больше эта мотивация разнится у партнеров, тем больше вероятность, что в этой паре начнутся проблемы. И здесь, скажем так, мы сейчас, может быть, сломаем один из стереотипов, который существует в социуме. Что, если мы говорим об интернациональном браке, как правило, есть ужасный немецкий муж, который плохо относится к своей русскоязычной жене. Скряга, бесчувственный, педант, непонимающий и так далее. И страдающая, тонкая, чувственная, душевная русская жена. Вот здесь надо понимать, что в такой ситуации всегда есть две страдающие половинки. И если мы говорим о мотивации вступления в брак, то женщина, которая идет в интернациональный брак, в русско-немецкий, в частности, брак, она не всегда бывает искренне и честна в своей мотивации. Вот оттуда начинаются многие проблемы. Вы имеете в виду, что многие женщины выходят замуж за страну? Совершенно верно. Это не секрет. Когда муж используется как средство передвижения. Да, таких случаев действительно много. И те, скажем так, случаи, с которыми мне приходится сталкиваться, а ко мне, как вы понимаете, приходят люди, когда у них возникают какие-то сложности. Счастливые люди до меня не доходят. Но это не значит, что таких нет. Безусловно, есть очень много счастливых, гармоничных, интернациональных браков. И вот те женщины, которые до меня доходят, очень многие из них сделали когда-то эту ошибку. Когда мотивация вступить в брак для того, чтобы использовать брак как способ передвижения в другую страну, перекрыла все остальное. И тогда мы можем уже посмотреть на ситуацию несколько иначе. Кто же на самом деле здесь обманутая страна? Ведь немецкий жених, он входит в такие отношения именно с целью построить отношения. Он ищет жену, он ищет партнершу. Надо сказать, что русскоязычные женщины достаточно привлекательны для немецких мужчин. Они входят в тройку лидирующих национальности, на которых они стремятся жениться. Если говорить об иностранках, о польке и турчанке. Ну, та статистика, которую я видела. Русскоязычные женщины воспринимаются как хозяйственные, добросердечные, сексуальные, душевные. Это привлекает на начальном этапе. Это тоже некий стереотип, как видят немецкие мужчины русскую женщину. Не желая видеть оборотную сторону, что русскоязычная женщина захочет очень скоро стать хозяйкой в доме. Захочет лидировать, устанавливать свои порядки. Возможно, не принимать те порядки, которые ей предлагает общество и культура здесь. Это тоже стереотип, который мешает. Вы знаете, мне кажется, вы сейчас рассказывали про то, что немецкие мужчины иногда бывают тоже обижены, страдающей стороной. Как-то Надежда так бровью повела очень. Скажите, что это было? Да, в моей практике, в юридической практике, я очень часто сталкиваюсь с такими браками. Я бы хотела сказать, что мне кажется, что не просто одна сторона выходит замуж за страну, а что это некий договор между странами, что немецкие мужчины, они не просто хотят построить семью, а по своим правилам, и они надеются, что покладистая русская женщина будет именно соблюдать эти правила. Они прекрасно знают тоже, они вообще практически всегда в курсе, что моя партнерша выходит замуж за страну, а я женюсь для того, чтобы соблюдали мои правила, потому что наши женщины, они мне даже это говорят, потому что наши женщины не готовы следовать за мной. А что это за правила? Ой, любые правила. Например, дома я хочу, чтобы у меня была хозяйка. Немецкие женщины очень часто отказываются быть хозяйкой просто. Вот у меня, как вы говорите, представление о моем браке, я немецкий мужчина, у меня будет хозяйка дома. Поэтому у нас очень часто жены, кого берут в жены? Русские и талантки. У нас очень много талантов. Много чего? Талантов. Талантов. Прежде всего русские и талантки. Да. Почему? Потому что они вежливы ко мне. Они не холодные. Вот у них тоже свои представления. Они очень хорошо. Безусловно. Безусловно, Надежда. И здесь тоже то, о чем вы говорите, оно присутствует однозначно. И здесь тоже кроется определенная, скажем так, опасность попасть в недобросовестные отношения. Но давайте будем опять-таки честными и увидим, что в эту опасность женщина ставит, в эту опасную ситуацию женщина ставит себя сама. Почему? Почему она соглашается изначально, как ей кажется, она соглашается? Просто потому что ею движет желание любым способом выйти замуж за иностранца. Это во-первых. Ну и во-вторых, тому же сейчас уже стало проще. Но раньше девушка вот 25 лет, которая не замужем, в России воспринималась как? Как старая, никому не нужная девушка? В России это сейчас тоже присутствует. В территории постсоветского пространства этот стереотип, что нужно выйти там до определенного возраста. Любой ценой причем, заметьте. Любой ценой. Этот стереотип там есть и сейчас. Но дело, как правило, не в этом. Когда мы говорим об интернациональных браках, очень часто женщины, которые выходят замуж за немцев, это женщины, уже имевшие опыт брака. И очень нередко даже с детьми или даже с несколькими детьми. Надо сказать, немецких мужчин это не останавливает. Они достаточно охотно женятся на женщинах с детьми. И тем не менее я хотела бы все-таки расставить акценты, показав, что вот таким шагом, вот такой мотивацией, любой ценой выйти замуж за иностранца, закрепиться в этой стране, женщина сама себя ставит в проигрышную позицию. Это представление, что да, лишь бы только переехать, а там уже мы договоримся, там все выровняется, но очень ошибочное. Лучше не будет. Все самое лучшее происходит всегда в конфетно-букетный период. Дальше будет только сложнее, дальше будет только хуже. Ну а как быть, например, если у будущих супругов нет возможности провести время вместе, пожить? Ну хорошо, даже допустим, если они съездили в отпуск на две недели на море, все равно это вот та самая конфетно-букетная стадия. А как быть, как понять, вот стоит выходить замуж за немца или нет, или жениться на немке или нет? Тем не менее не торопиться. Да, вот здесь, надо сказать, еще одна из черт, которые привлекают в русскоязычных женах немецких мужчин, то, что они быстро соглашаются на брак. Не надо долго ухаживать, это требует меньше вложений, ресурсов и финансовых в том числе. Женщина быстро готова на брак. И это опасно. Почему? Это опасно, опять-таки, для женщины. Она рискует не разглядеть проблемность, возможную проблемность будущего жениха. Есть такое представление, что, например, через сайты знакомств в большинстве случаев знакомится мужчина с какими-то скрытыми или явными проблемами. Мы не можем говорить, что это только так, но мы не можем делать вид, что этого нет. Действительно, часть мужчин, которые ищут знакомства через сайты, это мужчины, которые не нашли себе применения в своей стране, или по каким-то причинам ищут жену, как вот Надежда говорила, зависимую, покладистую. Это может, может, я не говорю, что это обязательно говорит о имеющейся проблеме, но это может говорить, что не все благополучно у этого мужчины. И вот чтобы понять истинную картину, если действительно женщина думает о своей безопасности, о своем благополучии, то торопиться точно не стоит. Знаете, есть такое убеждение у психологов, что истинный человек всегда проявляется в любви и на войне. Вот надо попробовать с этим человеком побывать в разных ситуациях. Возможно, провести вместе отпуск, возможно, сделать ремонт дома, поклеить обои, в конце концов, почему нет. Или, может быть, приехать и просто побыть, пожить вместе обычной жизнью, посмотреть, как человек общается с другими людьми, как он разговаривает, например, с обслуживающим персоналом, какие у него отношения с предыдущими супругами, детьми от предыдущих браков, если такие есть. Да, но эти рекомендации касаются, наверное, не только немецких мужчин или женщин, что в принципе... Безусловно, но когда мы говорим об интернациональном браке, это особенно важно, потому что именно в таких бытовых мелочах проявляется истинная природа человека. Надежда, вот вы живете уже более 30 лет в Германии. Вот как бы вы могли охарактеризовать немецких мужчин? Чем они так принципиально отличаются от российских? Некая, как сказать, надежность в отношениях, которую я считаю, что у русских мужчин часто отсутствует. Я могу, если я жена немецкого мужчины, очень часто я могу положиться на него. Они не предатели, не обманщики, вот они прямолинейные, но этого не существует. Вот это все позитивно, я могу сказать. Работают они очень часто, чтобы не сказать все время. Негативно, я бы сказала, для меня было негативно, например, что эта работа, она руководила нашей жизнью, так сказать. Мы работали ради работы, даже когда не надо было зарабатывать таких денег, да, это ради работы. Потом неспособность расслабиться, я считаю, у них очень выраженная, неспособность просто действительно, как я и сказала, показать эмоциональную свою сторону, даже если она существует, потому что ее надо каким-то образом, не знаю, контролировать, что ли. Но вы видите, на самом деле положительная черта может быть отрицательной в зависимости от контекста. Жадный, бережливый, работоспособный, целеустремленный, то есть вот, да. А как вы думаете, с чем связано то, что немецкие мужчины и женщины тоже стремятся все-таки достаточно поздно создать семью? Вот после 35, по-моему, ощущения. Потому что индивидуальность здесь важнее семьи. Я могу вот так ответить на этот вопрос. Вот индивидуальная свобода, я так считаю, что это является основным, принцип этого общества уже, она важнее семьи, я так считаю. Вы согласны? Не совсем. Не совсем? Не совсем. Та тенденция, которую мы имеем на данный момент, возрастание брачного возраста, это общемировая тенденция. Если мы посмотрим на Европу, в Европе это очень сильно проявлено, и не только в Германии, вся Западная Европа там давно. Возраст брачный стал гораздо выше. Эта же тенденция сейчас перекочевывает в Восточную Европу. И я скажу так, что связано это с тем, что возрос уровень жизни у людей. Они могут обеспечить себе хороший уровень жизни, даже находясь в одиночестве. Почему женщина так стремится в брак на территории постсоветского пространства и не торопится, например, в Германии? Почему? Потому что в Германии она больше защищена. Ее позиция здесь, ее возможность обеспечить себя в том числе и материально здесь, и себя, и своего ребенка. Если мы, например, говорим об одинокой матери, то чего не имеет женщина на территории постсоветского пространства. То есть получается, что немки в этом плане более честные, что ли? Если я выхожу замуж, так я выхожу, потому что я действительно хочу быть с этим человеком. А не потому, что мне нужна его зарплата, дом и так далее. Совершенно верно. Вот этот момент вы очень правильно и четко отметили. Более честны в своих мотивациях. Помните, мы говорили о мотивациях. И когда мы говорим... Я сейчас не говорю о проблемных браках, когда немецкий мужчина хочет использовать русскоязычную жену. В качестве рабочей силы. Такое тоже есть. Я сейчас не говорю об этих браках. Я говорю о тех браках, где действительно немецкий жених ищет жену для создания семьи. А у жены, оказывается, совсем другие мотивы. В этом смысле немецкий мужчина более честен. И он, как правило, очень четко формулирует и конкретизирует, что он может предложить. Никто не обещает золотые горы. Никто не обещает новые машины, драгоценности. И даже никто не обещает постоянно включенную батарею зимой вытопить его сезон. Да? Давайте. Вот. И чаще всего разочарования женщины возникают, потому что она сама себе придумала, какая жизнь ее там ожидает. Опять утыкаемся в стереотипы. Несмотря на то, что сейчас масса доступной открытой информации, можно все очень хорошо и досконально изучить. Но почему-то приезжающие сюда женщины едут с ожиданием, что здесь молочные реки и кисельные берега. Они здесь никого не ждут. Здесь ждет работа. И здесь ждет необходимость вписываться в местный контекст. Ну вот давайте я предлагаю на этом месте прерваться и посмотреть сюжет. Мой коллега снял материал о том, как здесь живут русско-ременские семьи. Михаил, управляющий джаз-баром «Шляпа». Это проект его питерских знакомых. В 19 он уехал из северной столицы в Иерусалим, а потом перебрался в Берлин. В браке с немкой 20 лет. А сколько они знакомы, уже и не вспомнить. Да и какая разница? Встретились в 95, наверное, да? Да, в 95 или 96. В 95. Эй, что? У меня была знакомая из Берлина, которая позвала туда на вечерину. И Клаудиа там тоже была. И как там встретились, так в принципе с тех пор и не расставались. Столкновение менталитетов не случилось, потому что изначально они не измеряли друг друга общепринятой меркой. Ни в отношениях, ни в быту. Я не приверженец таких конкретных семейных разделений. Ты стираешь и посуду, и готовишь, а я хожу на работу, зарабатываю деньги. Я считаю, что это в каком-то смысле атовизм. И если люди живут вместе, то и все проблемы, обязанности, работа по дому, или как угодно это все называется, соответственно, вместе делается. Поэтому не было никаких ожиданий, что кто-то за меня там будет что-то делать. У Клауди не только муж родом из России, но и много русскоязычных знакомых. Русские мужчины несколько строже немецких и менее толерантны. Ну, разумеется. Нетолерантны значит, что они все видят черно-белым. Люди либо хорошие, либо плохие. Это так и точка. Русский всегда все лучше других знает. Спорить с ними всегда сложно. Они как раз вчера за ужином говорили о национальных стереотипах. Только не называй имен. Среди наших русских знакомых и впрямь есть мужчины, для которых очень важно иметь большой автомобиль, дорогие часы и тряпки известных брендов. А Миша, он другой. Ему, конечно, тоже нужны часы, но только для того, чтобы показывать время. А машина, на которой мы ездим, это вообще развалюха. Эвелина родилась и выросла в Москве. Ее муж Роланд – немец. Они стали семьей семь лет назад, а изначально были просто соседями ПВГ, как называют в Германии студенческие коммуналки. Пока Эвелина не освоила немецкий, общались на английском. Роланд был для нее человеком из другой страны, но не из другого мира. Ну, я сама частично иностранка, где бы я ни была, я иностранка. Моя семья, она как бы поколениями иностранца, да, потому что семья моей матери имеет немецкие корни, они в России жили, и они всегда считались иностранцами в России. Мой отец иностранец в России, да, он из Ганы. Я выросла в международной такой атмосфере. Мой отец учился в РУДН, и, соответственно, у него было много друзей, они были отовсюду. И впоследствии они тоже уехали, везде разъехались. Поэтому мир для меня всегда был маленьким, относительно маленьким и знакомым. Поэтому у меня не было, скажем так, определенного критерия. Я должна быть только вот с этим человеком, или вот по национальности я только с этим, как бы была открыта, в принципе, ко всему. В прошлой московской жизни сегодняшняя учительница из Берлина уже была замужем, за русским. Хотя это не очень важное уточнение, и Берлина выбрала не другого мужчину, а другую жизнь. У нас не сошлись планы на жизнь, и у нас не сошлись, как бы, способы преодоления стресса. Да, потому что у каждого свой способ преодоления стресса. Переезд в другую страну – это стресс, мы вместе переехали в другую страну. Так что, да, это тоже была бомба для отношений. Вот, но это как бы одна сторона вопроса, да, она могла со мной произойти где угодно. То есть я могла встретить человека любой национальности, с которым у меня бы не сошлись планы на жизнь. Вот, и это как бы одна вещь. И вторая вещь – это фон, фон, на котором происходят отношения, да. И наш фон был, скажем так, российский или русский фон. Русский, я бы даже его назвала, как бы, русскоязычное культурное пространство. Да, я буду говорить про культурное пространство. И на русскоязычном культурном пространстве, скажем так, между мужчинами и женщинами есть определенный, как бы, кодекс поведения, который меня не устраивает. Наберите в интернете «Замуж за иностранца». Вы получите миллион статей о том, что европейские мужчины не галантны и расчетливы. Не умеют ни пальто подать, ни широким жестом поразить. Мол, хочешь мужа немца – про романтику забудь. Ну, Роланд, Роланд ухаживал, как ухаживают, в общем-то, мужчины, мне кажется, везде, на самом деле, цветы, подарки, походы куда-нибудь. Но при этом нужно тоже понимать, да, цветы – цветы, нормальные цветы, нормальные подарочные подарки. То есть это не, не знаю, не Порше какой-то, не яхта, не знаю, украшили или что-то такое, что вписывается в рамки нормального подарка и как бы, что не принуждает себя чувствовать себя невероятно обязанной сразу. Пока просто дружили, за все платили пополам. Когда стали семьей, решили, работают оба, бюджет общий. Я не жду от него лишней материальной ответственности или ответственности за меня. Мне достаточно того, чтобы он был ответственен материально хотя бы за себя. Распространенный среди немцев стереотип – русская жена, образцовая хозяйка. Всегда дома, все что-то прибирает, печет и жарит, покладисто и услужливо. Это было бы слишком скучно. Про Эвелину этого никак не скажешь. И, по-моему, для немецких мужчин, по крайней мере, моего поколения, ждать такого отношения от женщины довольно нетипично. Для наших бабушек, дедушек было нормально, что женщина сидит дома и занимается хозяйством. А сегодня немцы моего возраста это рано или поздно просто выведет из себя. Меня бы точно вывело. Но кто думает о стереотипах, когда в животе, как говорят немцы, бабочки? Хотя внешность, вернее, отношение к ней. Безусловный козырь невест из России. Один из стереотипов заключается в том, что русские женщины больше внимания уделяют своей внешности, чем немецкие. Немки очень функциональны, очень рациональны и одеваются соответственно. В Берлине это особенно приметно. Функциональность одежды важнее ее красоты. Вот это клише точно про Эвелину. А про Роланда это неумение немцев смеяться до потери пульса. Вернее, само отношение к юмору – точка столкновения двух менталитетов. Эвелина говорит, так чтоб доколик только с русскими подружками. С мужем – нет. Но дело здесь совсем не в том, что немцы не любят анекдотов. Очень много русских шуток совершенно не политкорректны. И их, ну, я не знаю, да, если на них смотришь глазами европейца и как бы их фильтруешь, да, то они просто отсеиваются. Можешь ее рассказать, а потом понимаешь, что Господь еще ей рассказал. Они или антисемитские, да, про всех, Сару и Абрама, или они российские, там, про Чукчей, или они сексистские, или они гомофобные. Ну, в общем, у них целая куча. Вот, так что, да, это как бы позволяет выйти на определенный уровень, да, мета-уровень наблюдения за собой, со стороны, да, как представители определенной нации, да, что я, собственно, беру с собой, да, и хочу ли я это оставить. А Роланд до сих пор каждый раз удивляется, когда они переходят дорогу. Для немца зеленый свет значит зеленый, а русская жена еще сто раз убедится, точно никто не мчится без оглядки. Эвелина мне часто говорила, немцы живут в таком безопасном коконе. Со временем я понял, что она имеет в виду. Свои детства и юности я провел в уже заново объединенной Германии, части Европейского Союза. У нас хорошо работающая система здравоохранения, бесплатное образование, нет никаких политических конфликтов, можно свободно перемещаться от Финляндии до самой Португалии. Такое благополучие делает нас в глазах русских беспечными, наивными. По большому счету, ты от всего застрахован. Если я потеряю работу, я буду получать выплаты. И даже если через какое-то количество лет я так и не найду новое место, государство будет оплачивать мою квартиру, мое лечение и так далее. Мне не надо думать о том, как выжить. А у Эвелины до сих пор нет этого чувства уверенности. Их дочери Софи шесть. Родители решили, по национальности девочка немка. Она ходит в английский детский сад, а с мамой разговаривает на тайном для папы русском. Папа, я не могу спать, потому что она на сегодня храпит. Франтик. Ну что? Если говорить о самой системе судебной, правовой, то я могу сказать, что это большое счастье, что я живу в Германии и что этот процесс происходит здесь. Потому что в Беларуси... В Беларуси этого быть бы не могло. В Беларуси просто дети автоматически пришли бы к маме и все. Право быть отцом своих детей не только де юра, но и де факто Тарасу вот уже шесть лет приходится отстаивать в суде. При разводе он и его бывшая супруга немка сошлись на том, что будут передавать друг другу детей каждый понедельник. Одну неделю сын с дочкой живут у матери, вторую у отца. Не было никогда, что они на моей неделе хотели бы к маме. И я, скорее всего, я предполагаю, надеюсь, что так оно и было, что у них не было проблем, когда они приходили к маме, что они хотели ко мне. То есть они знали всегда, что находясь у меня, они не должны меня спрашивать. Если у них есть потребность, они всегда могут подойти к телефону и набрать маму. Но они этого, в принципе, никогда не делали. И как бы я видел, что им, в принципе, комфортно. Они не страдают. Я всегда думал о том, что если бы я видел, что они скучают или хотят, допустим, к маме, то я бы себе, естественно, задал вопрос, почему. Такой недельный график был утвержден на первом суде и всех устраивал в течение трех с половиной лет. Потом родительские обязанности пришлось делить заново. Она уже вышла замуж, забеременела. И тогда вот они со мной встретились и говорят, ну вот теперь у нас, мы теперь женаты, у нас есть большой хороший дом, и теперь, пожалуйста, дети должны жить в нас. Полмесяца назад бывшие супруги судились снова. Ну, потому что мама все-таки не ушла от той идеи, чтобы дети все время жили у нее. То есть она хотела, в конце концов, чтобы дети все время жили у нее, чтобы у меня они были только каждую вторую неделю с пятницы по воскресенье. И чтобы каникулы были только одна третья часть у меня, чтобы я каким-то образом получил запрет на то, чтобы дети ездили в Беларусь к моим родственникам. Тарас попросил нас не снимать его детей и очень тщательно подбирал слова, рассказывая об их маме. Можно понять, впереди еще не один суд, и ему не хочется усугублять ситуацию. Ксения Максимова, Кирилл Бутырин, Юлия Гузенфельд, РТФОД, Берлин. Мы вернулись в нашу студию и продолжаем разговор. Теперь самое время, надежда, перейти уже к юридической стороне вопроса. Есть ли решение выходить замуж, жениться на немке? Немцы принято. С чего начать? Человек, который находится на территории Германии, если он немец, он должен обратиться в здешний ЗАГС, и спросить, какие документы именно этот ЗАГС по местожительству требует для этого же брака конкретного. То есть под разный брак разные документы? Да, потому что в каждом ЗАГСе сидят разные люди, и они имеют право требовать разные документы. Вот надо так четко сказать. У них есть определенный перечень документов, которые они могут требовать, а могут и не потребовать. Документы должны быть апостелированы, это уже везде в Германии. Это действует везде. Давайте поясним, что такое апостиль. Это специальная печать, которая удостоверяет, что этот документ может быть использован, я вот так скажу, не технически, может быть использован и иметь юридическую силу на территории Германии. Это, в принципе, не только на территории Германии, потому что это международное соглашение, как ставится эта печать и что они обозначают. Но это печать, которая дает мне возможность использовать этот документ, и он уже будет здесь признан. Это самое главное. Какие документы, еще раз, обращаемся в ЗАГС, они нам дают перечень документов, человек, который живет здесь. Человек, который живет здесь, у него может быть немецкое гражданство, партнер, или двойное гражданство. Если у него двойное гражданство, он может обратиться только в русский ЗАГС и, в принципе, заключить брак только в России, по российским законам. Я знаю по своей практике, что есть возможность приехать на основание этого брака, несмотря на то, что он заключен не совсем правильно, с немецкой точки зрения. Если он только коренной немец, он должен обратиться в здешний ЗАГС для того, чтобы получить документы, о брачной правоспособности. Что это за документ? Этот документ говорит о том, что он имеет право жениться именно на русскую, на определенную женщину, но именно он может заключить брак с этой женщиной. Проверяется следующее. Проверяются его документы, насколько он холостой или разведен, и документы, все документы будущей или все документы невесты, будущей жены. Есть так называемые виза невесты. Значит, я, у меня, например, российское гражданство, хочу приехать. Я собираю все документы, которые мне назвал ЗАГС и назвал моему мужу. Эти документы я отправляю еще с заверенным копией моего паспорта, отправляю своему будущему мужу, который обращается здесь в ЗАГС. ЗАГС потом проверяет эти документы, после проверки этих документов ЗАГС обращается в Верховно-Земельный суд, например, с земли Берлина. Они дают свое согласие на женитьбу. После этого назначается именно день для женитьбы, сначала, может быть, формальный. С этой же бумажкой я обращаюсь в посольство Германии, я могу приехать, получив визу в качестве невесты. Ну, правильно. То есть, если они женятся здесь, девушке нужна виза невесты, чтобы приехать в Германию. Если они женятся в России, то сначала женятся, потом воссоединение семьи. Тогда виза не невеста, а виза жены. Хорошо. Сколько, как правило, длится воссоединение семьи? Воссоединение семьи длится с 3 до 6 месяцев, даже до 8. В зависимости, куда. В Берлин это может длиться очень долго, до 6 месяцев, до 8 даже. Знаете, как очень часто возникает вопрос. Например, девушка приехала сюда на учебу, то есть по студенческой визе. Во время учебы познакомилась, влюбилась, хочет выйти замуж. Возможно это сделать с визой студенческой, туристической, например? А, это две разные вещи. Хорошо. Давайте рассмотрим обе. Туристическая виза. Приехав по туристической визе, будучи уже замужем или как-то вы умудрились здесь, это быстро-быстро сделать и выйти замуж. Остаться здесь вы не можете, говорит закон, говорят правила. Мы говорим, если вы к нам придете в качестве клиента, мы скажем, ну, давайте посмотрим вашу конкретную ситуацию. Может в этой же ситуации окажутся какие-то лазейки, так что вы сможете здесь остаться. Ну, пожалуйста, никто не должен рассчитывать, что приехав по туристической визе, он может остаться здесь после брака. Какие лазейки бывают? Во-первых, есть, на самом деле, ведомство по делам иностранцев, которое разрешает тем людям, которые успели заключить брак здесь по туристической визе, просто разрешают остаться здесь. Они не обязаны это сделать, в законе стоять можно, они могут. Например, в каком случае? Без каком случае? Это маленькие. Обычно эти ведомства по делам иностранцев маленькие, да. В каком случае они могут остаться? В любом случае, это когда беременность, это я могу обещать, что если вдруг девушка или женщина забеременела, в принципе, после 12 недель беременности они имеют право только здесь остаться, несмотря на то, что она приехала по туристической визе, но можно и до того. Если есть определенные справки от врача, которые говорят о том, что она беременна, мы можем, ну, это можно юридически сделать, это можно. У нас есть аргументы сказать, что она имеет право остаться. Потом, если муж болеет, есть такие случаи, например, если у него заболевание психическое, потерял, например, у нас были такие случаи, онкология, или потеря каких-то близких, да, и на этом основе у него психическое заболевание, он должен лечиться в случае, что его жена уедет, да, а он не знал об этом. Они как-то вот заключили брак, она по туристической визе, и он не знал, это его приводит в какое-то, в некое состояние шока. Если нам врач говорит, что да, если она уедет, это будет очень плохо для него, он скажется, для него будет усугубление вот той же самой психической болезни, то жену можно оставить здесь. Если студентка, или человек здесь, который приехал по контракту работать, специалисты, человек, который приехал по другим причинам, на лечение, также бывает гуманитарный вид на жительство, если такая же женщина, девушка, или мужчина вышли замуж, или женились, соответственно, то они могут здесь заключить брак и остаться здесь. Это предусмотрено законом. Они не должны покинуть страну сначала и въехать назад. А на основании чего они могут остаться здесь? Потому что у них не временная виза, а у них так называемая «aufентальтсгенемигунг», это значит разрешение на пребывание в Германии. Не туристическая виза. Туристы не имеют права остаться. Туристы их не проверяли. А вот этих людей, которые приехали по студенческой визе, например, их проверяли. Они знают, о ком идет речь. У них заведено здесь дело, у них есть разрешение на пребывание в Германии. И по закону, после заключения брака, они имеют право остаться здесь. Я думаю, вот своим заявлением вы сейчас облегчили жизнь просто тысячам женщин и мужчин, которые бедные собирают месяцами документы на визу для брака. Раньше было очень популярно жениться в Дании, выходить замуж для того, чтобы якобы избежать формальности, которыми славится Германия. Как сейчас с этим? До сих пор мы советуем клиентам заключить брак в Дании. Почему? Потому что заключить его очень легко по сравнению с тем, это просто такой набор документов требуется на территории Германии, что нужно его собрать уже, нужно месяцы просто, еще апостелировать и так далее. В Дании все очень легко по сравнению. Но, как обстоят дела с Данией, с воссоединением семьи в Дании? Если я въехал по туристической визии в Германию или в Данию? В Германию. Сначала потом в Данию, это уже не важно. Потом поехал в Данию, заключил брак и возвращаюсь в Германию и прошу, меня оставят разрешение признать брак. Брак признается. Давайте, извините, пожалуйста. Юридически брак признается. Это без вопросов. То есть брак ты вышел на территории Дании, он признается без никаких документов. И есть некие учреждения, которые требуют уже предоставки, пожалуйста, бумага о том, что вы не замужем были во время заключения брака и так далее. Они могут его перепроверить, но сказать, это не действующий брак, мы его должны признать сначала, такого нет, не существует. Но, как остаться здесь? Если у меня туристическая виза, заключив брак в Дании, я не могу вернуться в Германию и остаться здесь. Я должен поехать назад в Россию и провести вот этот весь процесс воссоединения семьи. У меня другого выбора нет. То есть по сути можно сразу ехать в Россию и начинать там? Да, да. Мы так и говорим, после данского брака, пожалуйста, в Россию и начинать воссоединение семьи. Но зато уже у меня брак. А позиции, вот после, мои вот, юридические позиции после заключенного брака с немцем гораздо сильнее, чем просто быть невестой. А вообще принято заключать брачный контраст здесь в Германии, создавая семью? Так, в межнациональных браках очень даже принято, потому что немцы считают, что они должны как-то регулировать свои отношения, если будущая супруга не немка. Когда немка, тоже в принципе принято. А что там прописано основное? Четко могу ответить на этот вопрос. Прописано, можно прописать, по какому закону мы будем разводиться, можно прописать и нужно прописать, что будет с нашими притязаниями, пенсионными притязаниями, приобретенными за время брака, будем ли мы их делить, будем ли каким-то образом компенсировать, потому что это очень длинный и мучительный процесс в Германии в случае развода, деления пенсионных обеспечений, приобретенных за время брака. Можно и нужно прописать, что будет с алиментами, кто кому будет платить, как долго, будет ли он платить и в каких случаях, ограничить то, что в законе стоит или даже расширить. Можно прописать, что будет с мебелью, которая находится в квартире. Да, 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 все-таки да. Наталья, вот такая немецкая практичность не убьет романтику в отношениях? Вот очень интересный момент. Убьют, если, опять-таки, идти со своим уставом в чужой монастырь. Вот то, о чем сейчас говорится, это все реалии жизни Германии. Это часть жизни нравится или не нравится русскоязычным невестам, которые сюда приезжают. Это так, и это будет так всегда. И если начинает происходить восприятие этих вещей, как, ах, он вот так отвечает, значит, он меня не любит. Ах, он не реагирует, не включается вот так же эмоционально в какие-то мои переживания, как и я, значит, он ко мне плохо относится. То тогда мы шаг за шагом убиваем вот ту возможность построить теплое отношение, потому что гармоничных пар среди смешанных браков тоже очень много. И надо понимать, что вот эта рациональность, эта педантичность, это, может быть, как нам кажется, эмоциональная холодность, это не проявление нелюбви, это особенность. Мы же не считаем, не знаю, цвет глаз или цвет кожи как знак неуважения к нам. Интересное сравнение. Представьте, что это тоже как цвет глаз или цвет кожи. Человек вырос с таким восприятием, с таким отношением к жизни. И когда русскоязычная невеста готова приехать в чужую страну, надо понимать, что к сложностям, которые возникают в любом браке, добавятся сложности адаптации в стране. Это часть, которую проходит не только русскоязычная невеста, которую проходит любой человек, который приезжает сюда учиться жить или работать по любой причине. Поэтому нужно подумать в первую очередь о том, чтобы легче было преодолеть сложности, которые возникают, а их возникает много. Браки, смешанные браки, как оценивают сами женщины, в Берлине порядка 55% женщин оценили свой брак как сложный брак, интернациональный брак. И на вопрос, а порекомендовали бы вы своей сестре или лучшей подруге выйти замуж за немца, 55% ответили нет. Да вы что? Интересная статистик. Да, было такое исследование. Было исследование, исследовались способы взаимодействия супругов в интернациональных браках. И в этом исследовании 53% женщин связали сложности в браке с тем, что есть различные этнокультурные различия. Лидировала, по-моему, лидировала там такой фактор, как разная культура, разные традиции. Второй был момент, который они выделили, разность взглядов, образа жизни, темперамента. Третий момент, это финансо-экономика, отношение к деньгам. Да, это одно из таких очень мощных камней преткновения в интернациональных браках. Отношения к деньгам очень разные. И для женщин из постсоветского пространства крайне сложно принять немецкую схему финансового взаимодействия в паре, когда оба супруга несут ответственность финансовую, когда счета оплачиваются со счета обоих супругов, когда заплатить счет в ресторане раздельно, очень часто это норма. Конечно, когда мы говорим про интернациональные браки и свадьбы, сразу возникает красивая картинка, белое платье, ратуша, я не знаю, счастливая жизнь, и мало кто думает о разводах. Насколько я понимаю, в Германии это та еще тема. Вот расскажите, пожалуйста, сложно ли разводиться в Германии? Ну вот, разница. если по обоюдному согласию все это должно произойти, легко развестись, но не так, как в России пошли в ЗАГС и развели, здесь всегда нужно разводиться с адвокатами и всегда только через суд. Другой возможности на территории Германии нет. Значит, я должен быть готов пойти к адвокату, я должен быть готов пойти в суд, заплатить за все это. На какую сумму примерно рассчитывать? В среднем? Я понимаю, что... А нету средних сумм. Здесь есть таблицы о сумме спора, это в зависимости от того, какова месячная зарплата супругов, можно вот так сказать. Но есть какой-то определенный процент от общего дохода? вот именно, что не процент, а там расписано, если они зарабатывают столько-то и столько-то, стоит столько-то и столько-то. Для самых бедных, я могу сейчас сказать, развод стоит где-то 500 евро. Не хочется заканчивать нашу программу на негативную ночь, поэтому перед тем, как мы попрощаемся, я бы хотела, немножко подытоживая, попросить вас либо призвать, либо предостеречь тех людей, которые собираются вступать в интернациональный брак. Вот давайте начнем с вас, как с психолога. Ну, знаете, если попробовать дать несколько рекомендаций будущим невестам, опять говорю, мы больше говорим о женщинах, что так сложилось, что мужчины редко женятся на немках, русские мужчины не входят даже в десятку популярных женихов среди немок. Ну, наверное, вот советы, которые я озвучу, может быть, они далеки от психологии, как может показаться, но на самом деле они очень близки к ней. Потому что успешная адаптация в браке, как я уже говорила, зависит от того, как женщина себя здесь чувствует, насколько она уверенно себя здесь чувствует, насколько включенной себя здесь чувствует. Поэтому, если есть такая задумка, если хочется выйти замуж за немца, переехать в другую страну, почему нет, да, мир большой, начать надо с того, что заранее позаботиться о себе, как я буду здесь жить. Постарайтесь, попробуйте получить профессию, которая будет универсальной, которая, возможно, сможет дать вам здесь возможность работы. Потому что очень часто дипломы о высшем образовании сложно подтвердить. И умные, образованные, способные женщины оказываются неудел. Постарайтесь начать заранее учить немецкий язык. Это очень важно. Язык непростой, он многим дается тяжело. И рассчитывать, что получится легко и нахрапом, очень, это наивно. А ведь возможность общаться, общаться с мужем будущим на языке, его родном языке, общаться с его родственниками, с кругом его друзей, это одна из таких важных задач. Ведь если там не получается выстроить контакт, выстроить отношения, то только усугубляет разрыв между людьми. Найдите ресурсы, чтобы побольше общаться с человеком, с которым вы старая будете, планируете жить. Не пожадничайте, не пожалите денег на адвоката. Это очень важно, потому что это ощущение безопасности. Хотя бы прояснить правовой статус, свои права в трудовой сфере, свои права в семейной сфере, отношения, воспитания детей. Это защитит женщину от возможного попадания в роль жертвы, когда ее начинают недобросовестно использовать в отношениях. Я лично не хочу никого предостерегать. Наоборот, я считаю, что если человек решил, он должен сделать так, как он решил, в Германию приехать и здесь интегрироваться для русских обычно. Это не так сложно, не как для азиатов, например. Для них ужасно, безумно сложно. Я бы сказала, да, вперед, все хорошо. Большое вам спасибо, было очень интересно побеседовать, я узнала для себя много нового, надеюсь, наши телезрители тоже. Большое спасибо, надеюсь, мы еще не раз увидимся в нашей студии. С вами же мы прощаемся ровно на одну неделю, это была программа «Страна и люди». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok